Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами снимаем зимние укрытия с винограда и выполняем сухую подвязку. 1 мая у нас сегодня продержали виноград под укрытием до этой даты. И как раз сегодняшнюю... Думали раскрыть еще неделю назад, но как раз сегодняшней ночью был заморозок, что мы увидели его последствия в теплице. Но на улице у нас все было укрыто, поэтому раскрываемся. Ну и, собственно, покажем, как виноград перезимовал и что с ним сейчас делать. Ну вот, последствия сегодняшней ночи. С краешку почки прихватила. Здесь просто рядышком окошко. Мы на дачу приехали только сегодня. Ну и вот они, послицы. Но дальше почки живые, поэтому будем надеяться, что не сильно мы ничего потеряли. Так вот, лазу мы раскрыли. Лежит она сейчас на земле. Наша задача ее поднять. Поднять до первой проволоки. Ну, понятно, тут целая куча всего. Мы это распутываем. И сейчас уже покажу, где часть подвязана. Смотрите, молодой кустик. Приблизительно половину расстояния от него отступаем. И пошли накручивать лазу на проволоку. Обратите внимание, здесь уже такие большеватые почки. Чтобы их не повредить, если вам сложновато накручивать, То есть можно просто привязать к первой проволоке какой-то проволочкой, либо чем-то еще. Вот, часть не подвязана. Начало или голова куста. Приблизительно половинку расстояния отступили. И вот от этого момента я начну либо накручивать, либо вот так привязывать. Итак, смотрите, мы смело можем накручивать несколько лаз на одну проволоку. Либо можно сделать вот такое небольшое расстояние между проволоками. И тогда накручивать одну лазу на нижнюю. Ну, либо две, например. Да, две, три. И следующие две, три наверх. Здесь шпалера одноплоскостная. Поэтому в данном случае это будет удобно. Ну, как видите, здесь, например, почки еще не распустились. И все эти мероприятия делать гораздо проще. На всякий случай для тех, кто новичок, кто еще только разбирается в винограде, повторю. Вот эта толстая часть. Это многолетняя древесина. Может быть, 2-3-4 года ей. Вот такая с коричневой корой, гладенькой. Это прошлогодний побег. Наша задача этот побег разместить в горизонтальное положение. И теперь из его почек у нас пойдут зеленые побеги, на которых в дальнейшем будет цветение, будут завязываться ягоды. Еще один момент. Если вы не совсем понимаете, живая лазанья, не живая, не спешите ее сильно резать. Конечно, с кончиком можно чуть-чуть убрать сухого, если вы точно уверены, что сухое. А дальше, пока подождите, пусть лоза себя проявит, потому что есть сорта, которые просыпаются довольно рано, есть сорта, которые просыпаются довольно поздно. Поэтому подождите чуть-чуть. Лишнее убрать всегда успеете. И, конечно, что делать с тем, с кем вообще непонятно. Это кустик прошлогодний, непонятно, живой или не живой. Но, как правило, как правило, все-таки виноград выживает. Просто почки в дальнейшем идут от корня. И наша задача максимально дать возможность этому кустику пробудиться. Как видите, то есть вот он у нас рос вот так. Мы его сейчас откопали, чтобы земля быстрее прогрелась. И можно сверху накрыть. Чем 5-литровой бутылью пластиковой. Можно с панбондом, можно пленочкой, подугом. То есть создать какие-то такие тепличные условия для того, чтобы почка, которая там, если она есть, пробудилась, быстрее. Повторюсь, как правило, все-таки виноград выживает. И если он нормальный рост, то он и будет расти. Единственное, что пойдет, это там где-то от земли. И, конечно, от земли это касается саженцев, собственно, коренных. Если саженец был привит, то нам надо смотреть, жива ли прививка. И последнее, на что хотела обратить внимание, наверняка вы заметили, что вот мы снимаем укрытие в яркий солнечный день. Дело в том, что мы этот материал, синтетический ватин, используем уже несколько лет. И знаем, что даже пробудившиеся почки зеленые прекрасно себя чувствуют. Это покрытие пропускает свет. И яркое палящее солнце не будет приносить вред молодым почкам. Если же у вас укрытие зимним было света непроницаемым, может быть солома, какие-то темные пленки, либо другие материалы, в таком случае снимайте укрытие либо в пасмурный день, либо вечером, чтобы у растения хоть немножко было возможности адаптироваться. Конечно, если вот как на этой шпалере почки еще не пробудились, то ничего страшного, можно снимать в любую погоду. Но если почки вот такого размера, то, конечно, яркий солнечный свет будет им вредить. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите с умениями, задавайте вопросы под видео, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов и мои контакты. До новых встреч. Пока!